вот причина настоящая действительно причина откуда появляется у человека остеохондроз так вот все вот эти вот отдельно взятые симптомы вся эта картина вместе это и есть остеохондроз приветствую вас друзья меня зовут сергей смоляков я являюсь специалистом по исправлению положения первого шейного позвонка также я являюсь специалистом по оздоровлению организма по здоровому образ жизни правильному питанию так что если есть вопросы по этим тем вы тоже также можете задавать вопросы задавать свои вопросы сказал ладно итак сегодня мы поговорим о такой вещи как остеохондроз что такое остеохондроз на самом деле я столкнулся с такой вещью про людей я вообще не говорю да люди как бы они обыватели им не обязательно разбираться в каких-то медицинских терминах или еще что чем-то я хочу сказать о тех специалистах которые работают в области здравоохранения в области здоровья о врачах о массажистах о каких-то людях которые непосредственно имеют отношение к сохранению здоровья людей и такое наблюдение 80 процентов из них не разбираются в том что такое остеохондроз а я не знаю что это такое поэтому я сегодня расскажу что это такое в том числе и для них начну с того что такого заболевания как остеохондроз медицинских каталогах западных стран европа америка и так далее его вообще не существует почему его не существует потому что остеохондроз это общее название для целой группы заболеваний огромной группы вот и симптомов заболеваний симптомов то есть и комплексов симптомов да и и как бы отдельно взятых каких-то проявлений и так что такое остеохондроз остеохондроз если сказать совершенно простыми словами это разрушение ткани позвоночника а если еще точнее то межпозвоночных дисков вот я нарисую чтобы было у нас какое-то понимание позвоночника вот у нас позвоночник идет здесь у нас диски вот ну как то так первый позвонок второй ну и дальше позвоночник наш позвоночник его функция то что он делает он несет на себе нагрузку нашего тела то есть на нем держится вся масса нашего тела в первую очередь давит на позвоночник уже потом она распределяется на суставы ноги там может даже на руки какое-то действие оказывает но первую очередь нагрузка наша от гравитации этой планеты она ложится на позвоночник у нас есть центральная линия ну условно так назовем ее до центр тяжести то есть центральная линия которая проходит по середине и воздействие гравитации на человека оказывается вдоль нее а каким образом появляется остеохондроз каким образом появляется у нас разрушение вот этих вот дисков грыжи протрузии так далее из-за чего причина но сейчас мы на этом остановимся и причину я назову чуть позже сейчас я больше как бы обращу внимание на само заболевание остеохондроз и как она проявляется то есть у нас разрушается вот этот вот диск у нас разрушается этот диск каким образом ну может разрушаться его оболочка раз он может сдвигаться в сторону два он может выпячиваться три то есть различные 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 вещи которые происходят вот с этим диском с этой такой подушечкой амортизирующей которая находится между позвонками и что у нас происходит когда она разрушается у нас вокруг этого места начинается воспаление то есть ну я покажу просто этапы этапы развития остеохондроза первое разрушение диска разрушение межпозвоночного межпозвонкового диска вот начинается с него второе что происходит воспаление в окружающих тканях то есть у кого-нибудь из вас наверняка был прыщик на лице или на спине или еще в каком-то месте да там в разных местах бывает кожное маленькое воспаление когда вы его трогаете или пытаетесь как-то выдавить или сковырнуть да что происходит там существует боль то если вы возьмете и щипнете себя за просто обычную часть тела это может быть болезненно но это в рамках терпимости если вы себя щипнете за какой-то участок который воспален там вам будет больнее соответственно там начинается болезненный эффект и третье у нас появляется боль более то непосредственно сигнал нашему организму который наш организм подает точнее да о том что в нем что-то умирает или разрушается или разлагается и так далее вот то есть у нас появляется боль такую молнию нарисую это боль вот то есть у нас разрушение дисков потом вокруг воспаление потом у нас происходит боль как у нас у нас вдоль позвоночника вот здесь вот у нас идут мышцы мышцы которые вдоль позвоночника расположены не только у нас все тело состоит из мышц вот но если в мышце или около нее находится боль как мышцы реагирует на боль мышца она если вот человека ударить сильно по мышцы да вот есть некоторая припухлость небольшая то есть мышца сокращается мышцы сжимается и становится очень твердый если человека ударить то первая его реакция будет такая зажаться сжаться да то есть ему это собственно наши рефлекции которые нам эволюция подарила наша но суть следующем мышцы напрягается то есть четвертый симптом который появляется это гипертонус мышц гипертонус то есть мышца напряжена напряжение мышц то есть у нас будет здесь вот мышца в этом месте она будет зажата то есть она будет очень твердый если у нас мышца будет очень твердой то пятая вещь которая происходит это нарушение кровообращения в этой мышце нарушение кровообращения и не только кровообращение также нарушение лимфатического ну нарушение движения лимфы также нарушение там будут много 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 все жидкости которые в мышцы могли бы протекать да так как мышца зажата то то эти жидкости будут остановлены если у нас есть нарушение кровообращения то у нас ну такой как бы подпункт наверное будет да наверное можно будет сказать 5а это снижение метаболических ну или точнее обменных процессов в клетках в этом месте грубо говоря вот живет клеточка она что-то кушает и что-то выделяет вот соответственно вот эти вот процессы питания и выделения они замедлятся то есть они станут медленнее и в итоге меньше то есть у нас здесь нарушится метаболизм этой мышцы и здесь будут плохие как бы обменные то есть шансы к выздоровлению что здесь у нас улучшится состояние да они уменьшаются начинают уменьшаться потому что что может зарастить ранку что может убрать воспаление это кровь и лимфа то есть должны прийти лимфоциты должна убраться вся грязь и все это должно промыться прочиститься и поврежденное место застроиться новым материалом вот все это делает поток крови и поток лимфы если у нас мышцы зажата она не дает этим потоком свободно циркулировать соответственно эти процессы процессы заживления и выздоровления у нас уменьшаются у нас снижаются медополические или обменные процессы и начинаются дистрофические процессы то есть дистрофические когда часть клеток просто умирает то есть умирают клетки в мышцах умирают клетки ткани окружающие то здесь идет разрушение организма очаг этот болезненный он начинает распространяться на другие ткани перерыв и друзья мои здесь происходит совсем уж страшная штука да здесь процесс замыкается так как у нас очаг распространяется то у нас здесь я так нарисую боли становятся больше и соответственно если у нас боли становятся больше то у нас напряжение мышц становится больше нарушение кровообращения становится больше и все это движется вот так вот по кругу с каждым разом все хуже 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 параллельно где-то здесь у нас еще выходят же нервы из позвоночника до которые идут в руки или там в ноги кто например встречал такое что если допустим у вас болит поясница то боль у нас идет в ногу или если у нас где-то в шейном в шейном шейно-плечевом поясе у нас остеохондроз да то боль идет в руку или рука немеет то есть у нас еще из-за вот этого воспалительного процесса у нас это болезненность распространяется по нервному каналу но суть одна болезненность гипертонус нарушение кровообращения и вот это вот воспаление оно распространяется так вот все вот эти вот отдельные взятые симптомы вся эта картина вместе это и есть остеохондроз еще раз от чего начинается остеохондроз он начинается с разрушения дисков теперь мы вернемся к первичной причине до того да если это у нас первый шаг вернее первый этап болезни разрушение диска то возникает логичный вопрос который не задает себе ни один врач никогда и его даже учат не задавать себе этот вопрос да почему начинается разрушение дисков вот ключевой фактор давайте рассмотрим это если друзья мы пойдем в обратную сторону от возникшей болезни да то мы натолкнемся на другое проявление это сколиоз сколиоз или искривление позвоночника помните я говорил что у нас здесь есть срединная линия сколиоз это когда эта линия она начинает искривляться изгибаться до сколиоз или по-другому он и называется искривление позвоночника проблема в том что искривление позвоночника она может быть едва заметным да бывает что у человека там сколиоз такой что это видно невооруженным глазом и тогда врачи совершенно справедливо ставят диагноз что вот у вас сколиоз там нарушение осанки и так далее да вот но бывает сколиоз совершенно небольшой например это можно определить по наличию разной высоты плеч если человек поставить к стене то у него здесь и здесь плечи будут на разной высоте да то есть у нас примерно вот так это будет выглядеть вот то есть у нас это плечо будет выше чем это ну если здесь голова вот и и в этом случае человек не предпринимает никаких действий никаких мер чтобы это исправить могут быть разные плечи и могут быть разная длина ног что часто массажисты обнаруживают да ну профессиональные массажисты те кто умеют наблюдать вот вот такие вот косвенные признаки которые говорят о том что у человека есть сколиоз что же происходит при сколиозе при искривлении позвоночника происходит следующая вещь происходит такая штука вот у нас скажем это будет выглядеть примерно вот так то есть у нас эта линия эта линия она будет уже идти не не совсем правильно да и диски которые находятся между позвонками например скажем вот здесь диск он будет подвергаться нагрузки не совсем ровно если вот здесь диск ну вот так горизонтальную плоскость нарисуем то видите у нас силы которые действуют на него они равномерны и и центр тяжести центр давления сверху приходится на этот диск здесь же у нас если мы проведем плоскость то она слегка наклон имеет да и давление которое оказывается скажем на эту сторону оно выше чем давление на эту сторону то есть у нас вот здесь вот ну центр центр тяжести давления на диск он будет смещен вправо да и у нас совершенно очевидно что диск будет стремиться к выпячиванию противоположные от давления сторону и у нас образуется такое выпячивание диска соответственно это в медицинском если говорить на медицинском сленге протрузия то есть выпячивание диска в какую-либо сторону вот причина настоящая действительно причина откуда появляется у человека остеохондроз то есть вот эти вот все разрушительные моменты которые начинаются с позвоночником да когда нарушается кровообращение мышцам в мышцах мышцы напряжены из-за напряжения там откладываются соли и и так далее и так далее это вот вся 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 эта цепочка которую мы до этого рисовали она начинается именно вот с этого момента то есть у нас есть сколиоз и у нас есть неправильное распределение веса тела по позвоночнику то есть где-то веса больше а где-то веса меньше логично задать вопрос дальше а откуда у нас появляется сколиоз что задает что является причиной возникновения сколиоза ведь есть люди как бы с ровной осанкой с правильной спиной да а есть люди с отклонениями у которых разные плечи там и так далее здесь мы приходим собственно к тому моменту к той процедуре которую в том числе делаю я да и рекомендую людям сделать если она не сделана это исправление первого позвонка то есть первый позвонок вот этот позвоночек с него начинается искрение позвоночника в 90 я не знаю восьми процентах случаев то есть если у нас первый позвонок вот этот позвоночек он у нас стоит неправильно как здесь да то у нас обязательно и неизменно появится сколиоз либо он уже появился просто в небольших стадиях либо он появится в скором времени откуда происходит смещение этого позвонка вы найдете в другой другом ролике ссылка на видео будет под этим видео таким образом мы полностью сейчас понимаем откуда у нас появляется остеохондроз и зная это мы можем устранить причину из-за которой появился сколиоз а дальше остеохондроз да и тогда у нас эти вещи в обратном порядке будут соответственно исчезать либо они будут очень легко меняться ну то есть подвергаться лечению еще одну вещь которую хочу сказать друзья мои я хочу чтобы вы находились в общении поэтому если какие-то вещи возможно я не не раскрыл полностью до задавайте вопросы не стесняйтесь пишите в комментариях под видео я буду с удовольствием это разбирать и отвечать более широко и второй момент те кто уже сделали процедуру коррекции атланта тоже пишите свои отзывы пишите помогло вам или не помогло любые отзывы неважно мне это ну мне важно получать обратную связь потому что множество людей кто-то сомневается в необходимости процедур по исправлению сколиоза да кто-то сомневается в исправнув применение процедур по исправлению атланта вот это поможет им принять решение поэтому друзья мои я жду отклика пишите свои комментарии будем общаться я желаю всем здоровья до новых встреч и не болейте друзья мои а